Друзья, всем большой привет! На связи Руслан Ашаров. В этом видео мы с вами разберем, как создать свой сайт на базе простого конструктора. Есть несколько способов создать свой сайт. Вы можете, к примеру, изучить язык программирования, CSS, HTML, JavaScript и так далее. И уже создать свой сайт кодом. То есть вы пишете код, создаете свой уникальный проект. Для этого, конечно же, нужно время, нужно терпение. То есть вы изучаете и применяете. И только через какое-то время у вас будет свой сайт. Вы можете использовать также готовые системы управления контентом, CMS, такие как WordPress, Joomla и так далее. Кстати, у нас есть бесплатный курс по созданию блога сайта на базе WordPress. Вы можете с ним ознакомиться. Я оставлю ссылку в описании. И также есть простой способ. Это собрать свой сайт, одностраничник, либо из нескольких страниц на базе простых конструкторов. Я покажу вам на примере конструктора в сервисе JustClick. Но это не принципиально. То есть в различных конструкторах принцип одинаков. То есть я хочу показать вам, насколько это просто. И вы уже посмотрите, примените к себе, сможете ли вы справиться и создать свой сайт, либо нет. Вы можете воспользоваться данным сервисом. Данный сервис платный. Он стоит на данный момент 990 рублей в месяц. На 3 месяца можно взять за 990 рублей. То есть попробовать, протестировать. И потом уже каждый месяц 990 рублей. Но здесь можно, кроме того, что вы получаете конструктор сайтов, здесь есть много других различных инструментов. И если вам нужен только сайт, то данный сервис вам, скорее всего, не подойдет. Просто вы будете платить деньги, а пользоваться только одним инструментом. Это как бы не годится, я считаю. Поэтому вы можете найти любой другой конструктор. Как я уже сказал, принцип одинаков. Например, вы можете приобрести себе домен, хостинг. И на большинстве хостингов есть уже... То есть хостинг предлагает конструкторы сайта. Вы можете прямо там создать сайт, одностраничник. И уже прямо на хостинге его разместить. Но давайте мы перейдем к делу. Я покажу, как же это делается. Смотрите, у нас сейчас вот открыт инструмент сайт в данном сервисе. Здесь я покажу на примере создания страницы. У меня уже есть здесь страницы для теста, для работы. Но вот мы сейчас нажимаем добавить страницу. Как я уже сказал, принцип действия одинаков. Возможно, просто отличаются расположения кнопок, расположения инструментов. Но принцип одинаков. Здесь каждый конструктор, по сути, предлагает готовые шаблоны. Что значит готовые шаблоны, друзья мои? Смотрите, вы можете взять из шаблонов... Ну, к примеру, вам понравился какой-то дизайн. Вы можете взять готовый шаблон. То есть у вас сразу создается сайт готовый. И потом вы можете уже менять какие-то элементы. Например, вы можете менять текст, картинки и так далее. Логотип. Но я хочу вам показать на примере пустого шаблона. То есть мы будем создавать в конструкторе сайт с нуля. Я нажимаю просмотреть. Нажимаю создать страницу. Мы видим, что страница будет адаптивная сразу. То есть и мобильная версия будет, и версия декстопная. На разных конструкторах это может занять какое-то время. То есть пока срабатывает создание, идет загрузка. Ну, посмотрим, если будет слишком долгая загрузка. Я просто буду вырезать какие-то моменты. Да, мы вот видим, что уже у нас создается пустой шаблон. И мы уже сейчас здесь будем размещать с вами те элементы, которые нам необходимы. То есть в данном конструкторе, смотрите, есть вот шапка, которую можно вытянуть. И то есть если мы данную шапку включим, то она будет применяться на всех остальных страницах. То есть мы можем ее включать и отключать на некоторых страницах. Также, смотрите, вот здесь есть некие элементы управления. Мы их попозже разберем. И вот справа внизу у нас есть такая кнопочка добавить элемент. Если я ее нажимаю, давайте мы выделим середину. То есть немножечко выделим ее, чтобы система понимала, что мы сюда хотим что-то добавить. Нажимаем добавить элементы. И у нас здесь есть два раздела. Есть виджеты. То есть это такие виджеты, как код, видео можем вставлять, кнопочки разные, галерея из картинок, таблицы и так далее. И есть секции. То есть если мы сейчас в данном случае нажмем секции, то здесь можно добавлять как свои секции, которые вы ранее сохраняли, так и различные секции. Повторюсь, друзья мои, что в разных конструкторах может отличаться расположение элементов и так далее. Но принцип одинаковый. Поэтому я думаю вы разберетесь. Например, нам нужен элемент шапка. Давайте мы найдем здесь секцию шапка. Вот она у нас в самом низу. По логике не совсем подходит. И давайте мы какую-то шапку возьмем. Например, вот эту шапку. Мы ее просто, друзья мои, берем, зажимаем левую кнопку и вытягиваем вот сюда. То есть мы ее просто вытягиваем, отпускаем. Мы сейчас не будем верхнюю панель затрагивать. То есть на это не обращайте внимания. Это шапка по умолчанию. То есть мы ее не будем трогать сейчас. И смотрите, идет загрузка. Как я уже сказал, загрузка может происходить продолжительное время. Зависит от конструктора. Зависит от многих факторов. И у нас уже появляется шапка. Давайте мы займемся, немножко ее подредактируем. Здесь мы можем закрыть пока. Вот крестиком, да. И мы видим, что у нас уже вырисовывается красивейший сайт, да. Здесь мы можем абсолютно менять все элементы. То есть смотрите, как все просто. Вот мы, например, видим текст. Налодим курсор. У нас, то есть надпись здесь появляется, текст. Мы, если быстро кликнем два раза, то мы этот текст можем редактировать, друзья мои. Например, я могу его выделить и написать какой-то свой текст. Вот так. Да. Мы написали свой текст, кликнули рядом по пустому месту. И все, у нас уже готовый свой текст. Также мы можем менять кнопку. Мы, если кликнем на кнопку, у нас открывается, то есть кнопка, все элементы, это по сути виджеты. Текст, кнопочки, там формы подписки есть. Если мы нажмем на кнопку два раза, либо просто вот здесь мы можем, есть такой карандашик, наводим курсор, нажимаем на этот карандашик, у нас открывается дополнительное окно, где мы можем эту кнопочку уже отредактировать. То есть нам здесь не нужно знать коды, нам не нужно знать специальные языки программирования, не нужно знать языки разметки и так далее. Ну, хотя желательно, но не обязательно. Здесь мы можем настроить как дизайн, например, выбрать какой-то дизайн, вот здесь я цвета выбираю. Мы можем разместить позицию сделать, разместить либо слева, либо справа, либо по центру. Мы можем сделать большую кнопку, среднюю, маленькую и так далее. То есть мы видим, что нажатием лишь мышки мы можем регулировать данный виджет. Ну, не только данный виджет, все остальные виджеты. Далее, мы можем, например, из обычной кнопки сделать две кнопки, вот таким образом, да, и так далее. То есть в зависимости от наших нужд, то есть для чего нам нужен сайт, что мы собираемся на нем размещать, мы можем различные делать оформления. Также здесь вот в настройках мы можем добавить, например, внешнюю URL-страницу, либо внутреннюю, это на другую страницу. Ну, вот, например, на внешнюю мы добавим какую-то страницу, да. Ну, например, на YouTube-канал давайте копируем. И вот здесь ее ставим. Вот. Открывать в новом окне можем указать, чтобы ссылочка открывалась и так далее. То есть здесь настройки дизайна, они абсолютно простые. Мы можем цвет заливки задать, то есть выбирать цвет заливки вот там, где будет кнопка. То есть мы видим вот здесь сейчас, она прозрачная заливка, мы можем какую-то заливку задать, например, черную. Либо сделать прозрачную, вот вернем все на место, да. То есть вот такие простые элементы. Я хочу, то есть не каждый элемент здесь разбирать, а чтобы вы поняли суть и уже сами попробовали. То есть, ну, важна практика, конечно, не то, что вы смотрите и не повторяете, да. А нужно как бы смотреть и, ну, то есть применять на другом конструкторе. Но предварительно, конечно, можно и посмотреть, чтобы понять, справитесь вы или нет. Вот таким образом. Далее мы просто кликаем на пустом месте. Кстати, вот чтобы поменять текст, мы просто так же, как и текст, меняли. Значит, меняем здесь текст. Например, купить пусть это будет. Кликаем по пустому месту и вот у нас уже готовая кнопочка. Далее мы можем менять также абсолютно все элементы, друзья мои. Мы можем, например, изменить картинку. Мы можем ставить вместе картинки видео. Мы видим, что вот в блоке есть настройки дополнительные. Если мы их сейчас нажмем, то здесь видим, что вот наша картинка. Мы можем взять другое изображение. Я уже не буду показывать, я думаю, здесь как бы понятно все. Мы можем растянуть это изображение, значит, вписать и так далее. То есть посмотреть, как нам будет угодно. Так, я нажимаю растянуть, чтобы оно было на весь экран. Что здесь еще можно сделать? Ну, то есть можно взаимодействовать как-то с данным блоком. Можно вообще убрать данную картинку и выбрать просто фоновый цвет, к примеру. Но не будем уже этого делать. Я думаю, здесь несложно абсолютно разобраться. Можем настроить размер и так далее. То есть кликом по пустому месту, пространству рядом, мы можем закрыть и применить данные настройки. Далее, какие у нас еще есть, например, добавление элементов. Мы можем добавить любые другие элементы. Например, контент какой-то добавить. Ну, давайте, например, добавим вот сюда. Мы видим, появляется такая синяя полоса. Это значит, что мы можем сейчас отпустить левую кнопку мыши и у нас добавится сюда дополнительный контент. То есть таким образом мы добавляем как бы секции. Опять же, еще раз повторюсь, что в разных конструкторах секции могут быть расположены по-разному. Могут отличаться кнопочки расположения и так далее. Но вот суть, я думаю, понятна. То есть мы просто берем и перетягиваем элементы. И затем их уже редактируем под себя. Вот. Опять же, все здесь меняется. Абсолютно. Картинка меняется. То есть мы можем выбрать какую-то свою картинку из коллекции. Мы можем взять на компьютере, либо здесь вот из коллекции. Ну, а не будем пока этого делать. Я думаю, здесь все понятно. Обычно загрузаете картинку. Действия можем открыть во всплывающем окне. Если мы сейчас, например, здесь установим, то будет открываться всплывающее окно. Перемещение к секции. То есть знаете, вот как, например, нажимают на кнопочку, либо на какую-то надпись. И сайт пролистывается ниже, либо выше. То есть мы можем здесь открывать, значит, сделать так, чтобы перемещение к секции. Например, вот к шапке нашей, да, кликнув на картинку, мы будем перемещаться. Ну, давайте оставим, попробуем на примере. Также мы можем настроить дизайн, опять же, цвет заливки. То есть можем какой-то цвет задать. Сейчас прозрачный мы сделать. Мы можем вот такой. Давайте не будем долго искать нужный цвет. Вот такой оставлю. Вот. То есть мы можем различное делать взаимодействие и настраивать уже под себя. Кликом по пустому месту мы закрываем. И вот уже наша секция применяется. Ну и давайте добавим сюда виджет подвал. Вернее, секцию подвал. Ну, кстати, виджеты, они точно так же добавляются. Но только надо выделить блок. То есть виджеты, они не добавляются как блок. То есть они ниже блока не добавятся, к примеру. Они добавятся в сам блок. Ну, давайте попробуем. Например, нам нужна виджет кнопочка. Давайте мы ее вытянем просто. Мы видим, появляется синяя полоска. Я не отпускаю сейчас кнопочку. И мы уже можем смотреть, куда, где она может разместиться. Ну, давайте мы ее вот здесь отпустим и разместим данную кнопочку. Так. Так, 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 друзья мои. Давайте еще раз попробуем. Ну, давайте вот здесь попробуем, да, разместить кнопочку. Она здесь не кстати. Ну, как пример, я думаю, подойдет. Ну, и точно так же мы эту кнопочку уже настраиваем. Можно сделать большой. Мы можем ее сделать, вот открыть дополнительные настройки и сделать, значит, обводку ей, сделать закругление. Мы видим, что, да, сделан. Ну, вот если мы сейчас выберем обводку, то видим, что появляется вот такая обводка. То есть разные настройки, они абсолютно интуитивно понятны. Все здесь четко, ну, ясно. На то и конструктор, чтобы, как бы, человек, не знающий языков программирования, не имеющих специальных знаний и навыков для создания сайта, создавал вот такие простые сайты. То есть вот, пожалуйста, у нас уже кнопочка. Мы ее, кстати, можем вот здесь перемещать даже, да. То есть вот мы видим, рука такая появляется, и мы можем ее где-нибудь размещать, например, разместить где-то в другом месте. Вот так. То есть вот такие простые, друзья мои, настройки. Ну, и добавить, например, секцию подвала еще. Так, здесь можно свернуть. Выбрать, например, подвал и добавить какой-то подвал сюда. Вот таким образом. То есть здесь это как пример. Мы, в принципе, оно не будет отображаться, когда мы визуально будем просматривать. То есть добавляем подвал, точно так же редактируем. Я сейчас покажу, как это все сохранить. Так, неизвестная ошибка произошла. Ну, не будем, короче говоря, над этим останавливаться, друзья мои. Сейчас сохраним сайт, посмотрим, как это будет отображаться. И, то есть, на этом закончим. Смотрите, вот здесь у нас есть такая кнопочка сохранить страницу. Что у нас здесь еще есть? Здесь у нас есть настройки. Если мы сейчас кликнем на шестерну, то у нас здесь что есть? Мы можем шрифты выбрать. Мы можем выбрать фон всего сайта. Мы можем изображения какие-то, отметить галочку, сжимать изображение при загрузке, чтобы оно весило меньше. Вставка HTML-кода для более продвинутых. СИА-оптимизация. То есть мы можем записать заголовок для поисковых систем. Ну, хотя одностраничники не очень-то важны, конечно. Для соцсетей можем какие-то имя сайта, например, заголовок вписать, картинку загрузить. То есть, что это значит? Когда вы будете ссылку на данный лендинг размещать в социальных сетях, то вот текст, изображения будут подтягиваться именно вот отсюда. То есть, вот можем здесь это добавить. Ну, и сохраняем, когда мы здесь применили. И далее не забываем. Ну, здесь вот отмена действий предыдущих, да? Вот эти данные кнопочки. Здесь выйти можем, да? Ну, чтобы сохранить страницу, мы просто нажимаем сохранить страницу. Страница у нас сейчас сохраняется, друзья мои. Мы видим, что страница сохранена успешно. Ждем полностью, чтобы вот здесь вот подгрузилась, чтобы не было никаких ошибок. Здесь нажимаем, например, выйти. Нажимаем да. Здесь мы также можем настроить, но здесь не важно, здесь не буду пояснять, потому что на разных сервисах вот именно здесь может быть по-разному. То есть, здесь мы вписываем какой-то заголовок, допустим, пример сайта, да? Так, прошу прощения. Вот так. И мы, кстати, можем нажать предосмотр, редактировать, очистить полностью. Но мы сейчас немножко по-другому сделаем. Я нажму здесь применить, и мы откроем этот сайт, посмотрим, как это будет выглядеть, друзья мои. Смотрите, вот здесь я сейчас открываю сайт. Мы, кстати, идентификатора можем задать. Ну, давайте это, кстати, сделаем. Здесь латиницей пишем что-нибудь. Например, так. Вот так. И у нас уже ссылочка будет вот этим идентификатором. Давайте еще раз нажмем применить, чтобы все это применилось. Сейчас увидим, что у нас вот ссылочки эти поменялись. Я сейчас, если нажму, то, друзья мои, вот он, наш созданный сайт. Сколько мы потратили время? Ну, понятно, что я просто показал для примера. Но, я думаю, не составит труда создать сайт, даже если вы абсолютно не разбираетесь, не знаете. То есть, посмотрели, вот как это создается, как это делается, интуитивно все понятно. Ну, и вы даже с полного нуля можете за 2-3 часа собрать себе сайт. Тем более, если вот вы заранее подготовите. То есть, я рекомендую, например, заранее на листе бумаги расчертить, где у вас, где вы и что хотите разместить. Где у вас будут кнопочки, где у вас будет меню, где у вас будет изображение и так далее. Ну, и потом на этой основе вам уже проще будет создать свой сайт в конструкторе. Вот такая простая инструкция. Надеюсь, видео было вам полезно. Если это так, не забудьте поставить лайк. Поделитесь с друзьями. И до новых видео. Пока, друзья.